Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 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 градус холоднее. Но по сравнению с прошлогодней зимой, на 2-3 градуса холоднее. Вот поэтому и показалась нынешняя зима. Но с другой стороны, снежный покров у нас последние годы достаточно высокий. В этом году мы не побили, конечно, все рекорды, но на многих районах снежный покров достигал 60-70, в ряде районов 90 с лишним сантиметров. Это во сколько раз больше нормы? Это примерно полтора раза больше нормы. Это достаточно высокий снежный покров. Мало того, и влаги, воды в снежном покрове, то есть он не сухой, не рыхлый, а насыщенный влагой, тоже оказалось по всему бассейну Вятки, по многим рекам Кельмези, Пижме, примерно тоже полторы нормы. Это очень серьезное значение. То есть к весне мы подошли вот с такими серьезными проблемами, как большой снег, влажность, насыщенность, ну и другие факторы. Глубина промерзания почвы. А, кстати, что с промерзанием почвы? Промерзание почвы самое разное. Самое большое в районе Вятских полян, там примерно 90 сантиметров, а по северу и центре она небольшая, 30-50 сантиметров. А почему так? Это из большого снежного покрова. Снег рано выпал, сразу покрыл землю, и поэтому промерзание меньше. А в тех районах, на юге, там снег бы выпадал не сразу, не ложился, а ведь в прошлом году в ноябре месяце в ночь, и с ноября месяца уже лежал и не разрушался снежный покров. Что это значит для южных районов? Извини, Володь. Что это значит для южных районов такая глубина промерзания почвы? Ведь это основная сельскохозяйственная житница нашего региона. Ну, тут особенно переживать не нужно, потому что в южных районах тепла больше у нас попадает, и почва там, ну, скажем так... А зимы не вымерзли? Нет, у нас, если вас это интересует, примерно 10%. Вот мы недавно проводили анализ, примерно 10% потребуется подсевы-пересев. А почва подготовится по южным районам, может подготовиться для начала полевых работ уже в конце апреля. А массовый сев будет по всей области уже в начале мая, если вас... Это очень интересует. Я буквально вчера была свидетельницей, значит, спора моих родителей, которые, конечно же, все готово, чтобы переехать на дачу. Но вот они спорили о том, когда же все-таки настанет это время. В последние декады апреля они могут уже потихоньку туда переезжать. Ну, а вот тоже в Кирове же она промерзла немного, поэтому еще зависит от самого типа почвы, то есть и от местного расположения. Могут даже какие-то работы уже проводить, по сути дела, садоводы. Они люди и опытные, и достаточно грамотные, что в первую очередь можно делать. Но надо полагать, что земля-то еще особо так не отошла, да? Нет, нет, она пока ни в каких местах есть всего 10 сантиметров, промерзывает. Вы знаете, как только снег сойдет, чуть тепло наступит, они уже, допустим, на южных склонах уже в третьей декаде апреля можно будет какие-то полевые работы проводить. Нет, я к тому, что насколько напитается почва влагой, по прогнозу в этом году. Ну, вот вы тоже очень интересный вопрос. У нас почва в основном влагой была насыщена в пределах нормы, но не больше. Только в некоторых районах на юго-западе есть, где пересыщена влага. Что это значит? Для половодия. Это значит, что часть воды уйдет на пополнение грунтовых вод. Уже некоторые районы говорят о том, что вода из колодца начала уходить. Потому что сейчас смежные уровни. Но не надо пугаться, потому что сейчас процесс снеготаяния активно пойдет. И в результате активного снеготаяния часть воды испарится, часть пойдет реки, а часть пойдет на пополнение грунтовых вод. И вот эти условия, которые мы сейчас говорим, как раз и формируют то, что предстоит. В основном формируют погода апреля. То есть мы уже условия имеем, расчеты имеем. Расчеты для нас делают трехуровенные расчеты, поскольку этот процесс довольно сложный. Гидромедцентр России, потом гидромедцентр Верхневолжского нашего управления в Нижнем Новгороде. И мы сами на трех уровнях мы делаем расчеты, потом увязываем все это и получаем уже тот прогноз на основе апрельских данных, то, что предполагается. И еще хотел бы сразу сказать если у всех когда реки вскроются. Так вот, на юге и маленькие речушки, и лед там растаял уже, у Ржунки там маленькие речушки. Основное вскрытие это вторая декада апреля. И в северных реках даже будет начало третьей декады апреля. Давайте сейчас поговорим конкретно о Кирове и его окрестностях. Что нас ждет в апреле? Погода у нас апрельская очень неустойчивая нынче, поэтому и трудно прогнозируемое. То тепло будет. Вот первые теплые дни будут как раз сегодня, завтра, послезавтра. И хочется верить, что они так и продлятся до самого летнего времени. Нет, не получится. Произойдет опять новый заток холода, потом опять тепло. Вот так. Как характер женщины, то тепло, то холодно. И смотрит на меня Марат Аширович, что я должна понимать это. То тепло, то холодно. Вот такой апрель. А в целом он выйдет в пределах нормы и по температуре, и по осадкам. Сейчас в ближайший период тоже пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого дождя. Вот и так будет весь апрель. Ну это я так просто сразу прикидываю, что вот когда тепло, хочется сразу там сменить одежду, да, как-то ребенка своего передеть полегче. Не стоит торопиться зимнюю одежду убирать в шкафы пока. Ну зимнюю, зимнюю, это конечно убрать надо, уже переходить на осеннюю, потому что днем солнышко все равно будет греть. И в результате, вы же понимаете, совершенно другие комфортные условия создаются. Давайте конкретно спрошу, какие температуры ожидаются вот в ближайшие дни, несколько дней. В ближайшие дни днем порядка 8-10 градусов может быть. Ну так тепленько уже. Да, темно. Я думаю, даже положительная будет среднесуточная температура, потому что ночью морозы будет не очень сильная от минус 1 до минус 3, а местами даже будет положительный. Так что ближайшие три дня достаточно комфортные. Потом опять новая вагна, холодно. Если смотрели, и в Москве примерно такая же погода. Они говорят о том, что на выходные у них будет тепло, а там опять холодание. То есть вот такой процесс идет на большой части европейской территории. Но у них снег сошел во многих районах. А у нас снег лежит. У нас снег еще не начал разрушаться. Понимаете, по-настоящему? Что там на несколько сантиметров было, когда высота во многих районах 60-80, а у некоторых до 90. Так что тут торопиться не надо. Массовая снеготая никогда ожидается? Вторая декада апреля. Вторая декада начнется массовая снеготая. Массовая снеготая. И раз уж во второй декаде апреля также вскроются реки, то мы вот тут как раз плавно к подготовке к половодию и к половодию самому подходим. Сейчас прервемся буквально на полминутки и снова здесь в этой студии с Маратом Френкелем, начальником Кировского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа Дневной разворот. Мы говорим о погоде, о природе и о подготовке к паводку. И, конечно же, говорим с главным специалистом нашего региона, с Маратом Френкелем, начальником Кировского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Марат Ашерыч, вот плавно подошли мы к подготовке к паводку. У нас тут и наши СМИ, и федеральные СМИ, которые цитируют различные доклады, пугают тем, что в этом году будет самый серьезный паводок за 40 лет в Кировской области. Мало того, что говорят, что он будет самый серьезный, это мы попозже, может быть, уточнимый вопрос. Говорят, что вряд ли наша область к нему готова. Но давайте начнем все-таки с предпосылок для такого паводка. Действительно ли это так? В принципе, когда, видимо, формировалось такое мнение, наверное, предполагалось, что будет бурное тепло. При бурном тепле, тогда сразу все, и лес, и поле, как это было в 79-м году. В 1979-м году. А с ним и сравнивают. Вот. Тогда пошло все в реки и прочее. Но в этом году гидрометцентр России подсчитал, что апрель будет обычным месяцем. То есть, я говорю, то тепло, то холодно. И вот эта ситуация наложится на большую высоту снежного покрова, большие запасы в снеге. И мы считаем, что такого необычного огромного половодия в этом году не может быть. Более того, он может быть даже по нашим расчетам всего на 60 сантиметров. Ну, в ряде рек отдельных, как Кельмей, Пижма, там больше, до метра выше нормы. Вот это даже уровень прошлого года мы не достигнем. Потому что в прошлом году Кирая был 593, например, сантиметра. А мы в этом году ожидаем 540, 560. Выше нормы подтопление будет большое. Во многих районах будет подтопление. Подождите, выше или ниже? Выше нормы все-таки. Все-таки эти показатели выше нормы. Выше нормы. Но не исторические поводки. Вот. Это первое, что я хочу... В сравнении с прошлым годом все-таки поменьше, да? Поменьше, да. Но при этом будет подтапливаться целый ряд районов. Арбашский, Афанасьевский, Белохуницкий, Верхникамский, Вяскополянский, Зуевский, Кельмецкий, Котельнический, Малмышский, Нагорский, Налинский, Налинском Аркуле, Амутнинский, Оречевский, Санчевский, Слободской, в Советском районе, в Ржумском, Фаленском, Юрьянском, Яранском и в преречной части города Кирова. Это первое, что я хотел сказать по уровням. То, что говорится, кто считает, что город не готов к паводку, наверное, он обшибается. Потому что я с той позиции, как мы на КЧС рассматриваем, очень много сделано, очень многое по городу. А что вообще, в принципе, готовность к паводку? Что это значит? Как готовиться? Ну, это, наверное, лучше бы... Нет, но вы же участвуете в совместном. Я просто как сенкомиссии могу сказать. Во-первых, уже определены примерно те дома, которые будут подтапливаться и те районы. Завезены лекарственные препараты, приготовлены места эвакуации, если надо будет эвакуировать. Приготовлен транспорт, если нужно будет людей увозить. Если там поселки, где отрезаны от основных центров, значит, будет увозить им продукты питания и прочее. Это очень много сделано. Может быть, кто-то не видит эту работу. Это огромная работа, которая делается на уровне как города, так и области. Конечно, когда сам процесс бывает, то, конечно, какие-то недостатки всплывают. Но это уже, ну, может быть, еще раз для предмета для обсуждения в другом месте. Но МЧС, губернанская власть и город готовятся серьезно. А что дальше? Ну, по результатам увидим. Просто мы ежегодно говорим, да, о подготовке к паводку и как-то вот сталкиваемся потом с реакцией людей, которые непосредственно в этих районах-то проживают под тапливой механией. Они к этому, в общем-то, спокойно относятся. Из года в год у них это происходит. И многие даже и остаются на месте, никуда не уезжают. У меня такое ощущение создается, мы слишком уж большое внимание этому уделяем. Нет, нет, вы не правы. Вы абсолютно не правы. Просто наши вятские люди, ну, в принципе, само поселение всегда испокон веков, если вы историей занимаетесь, всегда по берегам рек, прежде всего, люди селились, да, и они испокон веков готовы к разным уровням весеннего половодия. Это, во-первых. Во-вторых, бросить свое имущество на тоже никто не хочет. Это тоже серьезная проблема. Поэтому они ставят другие задачи. Ну, прямо скажем, бывает даже так, на одной улице один дом под крышу подтапливается, а другой дом где-то только подвал. То есть, это все по-разному. Поэтому кто-то доволен, кто-то недоволен. Это естественная ситуация. И в данном случае идет подборный обход, идут разговоры о том, что нужно делать. Население предупреждает. Марта Ширыч, а как долго обычно длится поводок? Когда он начнется? это зависит? Когда закончится? Это, прежде всего, зависит от начала снеготаяния и конца снеготаяния. Во-вторых, вода-то должна куда-то уйти. Так вот, у нас обычно, в среднем, я только могу сказать, пик половодия еще. Пик половодия наступает где-то в конце апреля на майские праздники. и потом уже в июне потихоньку вода спадает, в июле уже летняя межа наступает. В этом году, как мы сказали, во второй декаде, поскольку вскроются реки и будет активное снеготаяние, вот это, можно сказать, начало половодия будет? Да, конечно, потому что начнется разрушение снежного покрова одновременно и разрушение льда на реках. И две недели в общем будет такой интенсивной борьбы? Ну, она будет и большая, потому что если бы, допустим, апрель был такой резкий, резкое тепло, потом резкий холод, тогда, может быть, и резко все кончилось. А так, если постепенно, может постепенно вода уходить, и поэтому поводок может длиться и дольше. Ну, а в районе областного центра когда ветка вскроется, по вашим прогнозам? Мы считаем, что по нашим расчетам, в конце второй декады. Примерно 20-е число, 20-е апреля. где-то у нас средние сроки, 18-е, 20-е сроки в этот период. Может, день-два раньше, потому что лед-то непрочный. Лед в этом году тоже особенный. И толщина его разная. Есть реки, где всего 10 сантиметров толщина льда, а есть 60-80. И непрочный лед, он быстрее разрушается. это, конечно, все зависит от того. А к чему это ведет? Что разная толщина льда, это как-то сказывает? Чем он рыхлее, тем проще вскрыться. И потом есть такое понятие у нас заторы. Заторы могут привести к кратковременным повышениям уровня. У нас очень часто страдает район Аркуля, вот эта зона. Там не столько заторные, но там вообще уровни высокие. Каждый год бывает, они и дамбу строят. В прошлом году мы помним, да, они много что делают. Мешками выкладывали. В прошлом году, да, очень сложная у них ситуация. Но в Азиатских полянах позднее все это происходит. Я хочу процитировать Интерфакс по Волжье от 31 марта. Вот все-таки они категорически говорят, что власти Кировской области испытывают затруднения при подготовке к предстоящему паводку, я цитирую, в связи с нехваткой финансирования. Об этом сообщает Переслужба законодательного собрания Кировской области. Мало того, что к паводку в общем не очень готовы. Остаются нерешенные вопросы по тушению пожаров. А вы тут, между прочим, Марат Ашарович, прогнозируете, что у нас июль месяц будет достаточно жаркий. И причина в том, что сигнования на выполнение мероприятий в полном объеме заложенные в областном бюджете 2016 года были изъяты в связи с общим секвестром. Кроме того, как казалось, я так понимаю, что правительство давно не заказывало прогнозов от гидромедцентра каких-то замеров. И, похоже, эта ситуация длится уже не первый год. Не заказывала, я имею в виду, что нужно их покупать, поскольку, согласно постановлению правительства Российской Федерации 14-25, информация специального назначения подается на договорной основе, и ее нужно покупать правительству. А у нас, я так чувствую, что давно уже не покупалась эта информация. И СМИ узнают. Можно отвечать? Насколько эти данные соответствуют? Нет, давайте мы так будем говорить. Я попытаюсь быть объективным, поскольку, ну, считаю, что не имею права вмешиваться в финансирование по территории области. Но, по последним данным, если вы почитаете выступление губернатора, значит, часть, конечно, бюджет у нас очень напряженный, очень сложный, но на поводок денег не жалеют, создают резервный фонд. Даже в городе Кира, по-моему, если я не ошибаюсь, резервный фонд из 3 миллиона создали на период поговодья. Поэтому и никого, скажем, не поволжье, наши уважаемые, сказать, что они неправы. Да, на какой-то период это было, наверное, так и было. Сейчас эта ситуация исправляется. Это первое. То, что касается насчет гидрометеослужбы, что не заказывают. Да, раньше у нас были контракты примерно на 3-5 миллионов, по которым мы могли проводить дополнительные наблюдения и создавать дополнительные посты. Это годовая сумма, да? Да, это годовая сумма, в том числе там и на поговоде выделялась. Сейчас пока ситуация такая не выделяют этих денег. С какого времени не выделяют? Ну, вот еще прибил их, это было уже года 3. Уже года 3 как не заказывают все-таки. А чем мотивировали отсутствие? Отсутствие средств у нас всегда так. Но я еще сказал, что по темам на днях было совещание серьезное у ГФИ, главного федерального инспектора, и там мы договорились с МЧС, с городскими властями. Город в этом году, кстати, начал заказывать небольшие информацию. Договорились, что по самым больным точкам дело уже не финансировано. Понимаете, когда что-то людям тяжело, и мы уже понимаем эту ситуацию, что, конечно, в этом случае постараемся все, что можно зависеть от нас, все сделать, чтобы люди не пострадали. Это просто гидромедцентр идет навстречу властям? Нет, не совсем правильно, не властям, народу. Это надо понимать, потому что... Безопасность людей для вас прежде всего, понимаете, нет же ничего дороже, чем человек. А с властью мы пытаемся договориться. Я надеюсь, будем договариваться. С городом Кировом уже договорились. Странная ситуация для меня. Если есть постановление правительства, гидромедцентр, обязаны ему следовать, с одной стороны. И власти тоже должны ему следовать. Как можно на этом экономить? Я не очень понимаю. Еще раз повторяю, может быть, кто-то чего-то не понял. То, что положено госзаданиями, госстандартами, они получают в полном объеме. И, значит, тут уже не зависит от финансирования. Но как только нужны что-то дополнительное, нужны дополнительные затраты. И в этом случае должно действовать постановление 1425. Ну, в прошлом году при том уровне, конечно, основную нагрузку мы брали на себя. Я, как руководитель, брал на себя ежедневно. Работал с МЧС, с главным федеральным инспектором из города Кирова. То есть, не перегружал это на кого-то. Марат Таширович, а насколько серьезно изменилась ситуация по исследованиям, по количеству станций, по замерам в последние десятилетия. Через две минуты попрошу ответить на этот вопрос. Потому что я так понимаю, что не только ситуация, которая касается паводка или пожаров, здесь обсуждается. Мы-то с вами в одной комиссии по экологии в общественной палате. Но также и замеры плотности и чистоты воздуха тоже давно не в таком объеме предоставляется. Что касается последнего отчета по экологии и много чего. Буквально не очень может быть глубоко, но обозначить ситуацию попрошу вас после перерыва. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мы говорим в этой студии сейчас о погоде, мы говорим о паводках, о паводке грядущем, мы говорим немного об экологии, говорим с Маратом Френкелем, начальником Кировского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, председателем Кировского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Вот до перерыва я вас спрашивала, Марат Ашерович, что изменилось за последние десятилетия, что теперь, например, в службе гидрометеорологической, может быть, во взаимодействии с какими-то другими службами, почему мы теперь не видим ежегодных сводок по состоянию воздуха с четкими показателями, почему возникают вопросы о финансировании специально подготовленных прогнозов и замеров, что произошло вообще? Ну, я бы так сказал, что... Жаловались, извините, жаловались также представители Министерства экологии на то, что, собственно говоря, и замеры по рекам и по стокам не в должном объеме осуществляются там сейчас. Нет, наверное, тут вы не правы. Жалобы от Минприроды от нашей насчет замеров никаких нет. Мы с ними взаимодействуем, правда, не всегда конструктивно, потому что они должны оплачивать дополнительные. Вот то, что по стандарту, опять, и то, что положено, мы выполняем. Как только появляются какие-то дополнительные замеры, должно работать постановление 1425, а у Аллы Викторовны Аббеговой, видимо, денег нет. И в данном случае, ну, может быть, что-то, ей бы хотелось больше получать, но не получается. Ну, а то, что касается самой гидромедслужбы, мы за последние годы практически при всем сложности бюджета нас все время обрезают, обрезают, обрезают на федеральном уровне. Мы выдержали, сохранили сеть. Вот, может быть, когда я уйду, одно из своих положительных моментов будет сохранение сети в этих тяжелых условиях. Кроме того, количество станций по нашему региону. станций мы сохранили. Количество постов, да, мы по постам у нас было, что мы там 5-6 постов гидрологических, скажем, сократили, но сейчас идет, наоборот, система, идеология, автоматические гидрологические посты, и государство идет на этот счет. Возможно, будем в ближайший период на этих закрытых постах будем восстанавливать автоматику. Что интересно, у нас как-то идет по линии Международного банка развития, гидрометслужба получает, видимо, определенные какие-то средства на программы. И вот, если посмотреть за последние годы, что мы получили. Колоссальная работа, это метеорологический радиолокатор, который с помощью, вот если вы посмотрели наши прогнозы, поинтересовались, в последние годы прогнозы у нас достигают 96-98% это на уровне мировых стандартов. Точности? Да, точности. Оправдывается. Это прогнозы на какой период времени? На 3, мы на 1-3 дня делаем. Это колоссальные, это на мировые стандарты. И вот метеорологический радиолокатор, Домарео. А где эта установка? Он установлен на районе аэропорта, только не старого, там рядом аэропорт есть. Он стоит 90 миллионов рублей и одно строительство. Кроме этого, я вот на днях буквально получил новый аэрологический радиолокатор, вектор. Шары, вот когда мы запускаем до больших высот, мы будем исследовать температуры, ветер для прогнозов погоды, а не для авиации, для космонавтики. Очень хорошее оборудование. Что это даст нам вам, Кировской области, я не знаю. Для уточнения прогнозов. Более точные данные. Еще более точные данные. Ну, более точно трудно, но во всяком случае более надежной информацией получится. Кроме этого, мы получали катера, два катера, вот один уже работает в Вятских полянах, второй вот-вот придет. Лодки с моторами и вот и другую технику, автоматические метеорологические станции. У меня их 26-27 штук построили, без людей работает, и с людьми работает. Вот процесс оснащения технически идет. Другое дело, не растет зарплата, урезает зарплату, за счет заставляет сокращать, но это не на уровне области. Ну, уточнить, но это все-таки федеральный центр. Это решается на уровне федеральной. Там они приняли идеологии больше техники, меньше людей. Но эту технику надо обслуживать и обслуживать очень высококвалифицированно. Поэтому у нас проблемы большие по финансированию они есть, поэтому и должно работать постановление 14-25, чтобы расширить перечень тех, а с точки зрения того, что необходимо, составляется план, утверждается на всех уровнях, его мы все выполняем и помещаем на сайте. Вся информация есть. То, что касается годовых обзоров, мы тоже его делаем, но Алла Викторовна не по своей вине, но она отказывается его покупать. Он стоит где-то 200-300 тысяч, и она отказывается. Ежегодно платит. У нее нету средств, да. Нет, первый раз за прошлый год она не купила, поэтому проблемах с умом нет, пожалуйста. Это работа, это не по нашей, тоже надо понять, мы не сами ни цены устанавливаем, ни эти вопросы по финансированию решаем. Нам приходят государственные цены, государственные указания, что продавать, что не продавать, что давать бесплатно. Губернатору даем все бесплатно, всем то, что положено, кроме губернатора, всем структурам, с которыми соглашение существует, они тоже все получают бесплатно. Давайте мы перейдем к лету. Устремимся мыслями уже непосредственно в это время года. Будет ли жарко? Мы же обычно как в последние годы? Мы же знаем, что июнь у нас бывает не ахти какой, а вот с июля начинается полноценное лятское лето. В этом году как будет? не там же заканчивается. Климатические изменения как-то они идут волнами и эти волны на разных территориях проявляются по-разному. Вот то, что я сейчас скажу, это гидромедцентр России просчитал для Кировской области. То есть у нас такой техники нету, которая может считать, допустим, на полгода. Этот такие мощные компьютеры имеются только в гидромедцентре России. И они подсчитали, что вот я сказал, апрель по температуре и по осадкам предполагается обычным. Что значит обычным? Вот я уже вам сказал, то тепло, то холодно. Ну, осадки периодически выпадают в виде снега, в виде дождя, в виде мокрого снега. То, что касается мая, май тоже предполагается обычным. А что такое для нас май? Для нас май среднего и температура мая считается, она в пределах нормы будет, вот, и она считается для нас в пределах 8-13 градусов средняя температура. Но в нем и волны тепла, и волны холода, и заморозки в мая всегда, и что вы знаете, уже кировчане привыкли у нас, заморозки бывают и в середине месяца, и в конце мая. в начале июня. Осадков предполагается порядка 35-60 миллиметров. Это норма выше, меньше? Это в пределах нормы. Июнь, июнь у нас вроде как бы и лето, с другой стороны еще тянет холодом, еще и перепадами температуры. Для июня будет характерна такая погода обычная, наша вязкая. Средняя температура в июне 15-17, на фоне волн тепла, когда будет 30-ти градусная жара. Осадков падает больше 60-85, но при этом грозы, ливни, шквалы. Жара будет 30-ти градусная в июне? Будет будет, но недолго, не весь месяц. Хорошо. Вот. 60-ти осадки, но это, я обращу ваше внимание, на сильные ветры, на ураганы. Вот это для июня характерно. То, что касается июль, то по прогнозу гидрометцентра на большей части Кировской области он будет теплым месяцем. В ряде районов, конечно, он близко будет к норме. В основном на 1-2 градуса выше нормы. То есть 17-19 градусов осадков 60-80 миллиметров. Опять грозы, ливневые осадки где-то густо будут выпадать, где-то пусто, как всегда. Ураганы тоже надо смотреть за этим. Жара в июле. Жара в июле чаще будет, да. То, что касается августа, для по августу, ну, у нас больше будет ближе к обычным значениям. У нас август всегда наиболее стабильный месяц. 14-16 градусов. В конце месяца уже заморозки у него будет. А осадков 60-70 миллиметров. Ну, сентябрь должен немножко нас порадовать. Средняя температура будет более выше нормы. То есть тут и бабье лето уже должно быть. Ну, и на фоне того, что в районе осадки распределяются нерномерно в некоторых районах. В пределах нормы будет в ряде районов меньше нормы. То есть лето нас ждет. Ну, мы нам, прямо скажем, для сельского хозяйства, я думаю, достаточно приятное для садоводов, для огородников тоже. Да и позагорать сумеем. Ну, еще раз подчеркнем, что сентябрь планируется такой более летним. Как бы лето немножко продлится. Вот на этой позитивной ноте мы завершаем второй час нашего дневного разворота и напоминаем, что мы разговаривали сегодня с Маратом Френкелем, начальником Кировского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, председателем Кировского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Спасибо большое, Марат Ашерович. Мы с Володей прощаемся. Да, на сегодня говорим вам до свидания. Ну, а уже через 20 минут в эфире программа «Особое мнение», ведущая сегодня Юлия Афанасьева, человек, который будет высказывать это особое мнение, наш коллега, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков вот ровно через 20 минут начало. Спасибо. До свидания, дорогие коллеги. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok